Здравствуйте! В эфире «Азов.Инфо» в студии Александр Кучец. О главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. Были разносторонние критерии, то есть знания федеральных законов муниципальных и знания, скажем так, архитектурных тонкостей. Новый главный архитектор города Азова приступил к своим обязанностям. В Донской столице проходят 18-е молодежные Дельфийские игры. Своей задачей мы считаем, самое главное, привлечение именно людей простых, не профессионально занимающихся спортом, а именно представителей трудовых коллективов. Быстрее, выше, сильнее. В Азове стартовал муниципальный этап Спартакиады Дона. 18 апреля завершился конкурс на замещение вакантной должности главного архитектора города Азова. Согласно итогам, наивысшее количество баллов набрал уроженец станицы Мечетинской Зерноградского района Федор Ковтунов, который последние 8 лет работал в администрации города Батайска и прошел путь от руководителя отдела до заместителя главы администрации по территориальному развитию и строительству. 22 апреля Федор Ковтунов приступил к обязанностям главного архитектора города Азова. Отбор шел... Были разносторонние критерии, то есть знания федеральных законов муниципальных и знания, скажем так, архитектурных тонкостей. То есть в совокупности было 35 вопросов, которые охватывали весь комплекс. То есть и архитектуру как науку, и как муниципальную службу как службу. Ну, на сегодняшний план у нас одни нам поставил их губернатор Ростовской области, глава города Азова Рощупкина Владимир Олегович, да, то есть завершить те, выполнить те показатели, то есть это выполнить план по вводу жилья и выполнить программу ввода проблемных домов и завершить расселение детей-сирот. Это те три программы федеральные, которые мы должны обязательно выполнить к концу года. В Донской столице проходят 18-е молодежные дельфийские игры. Участие в состязаниях принимает 2,5 тысячи молодых людей из 85 субъектов Российской Федерации в возрасте от 10 до 25 лет. Конкурсные испытания проводятся по 29 номинациям. В ходе состязаний разыгрывается 70 комплектов наград. Победители и призеры получат премии, которые предусмотрены для поддержки талантливой молодежи в рамках грантов президента Российской Федерации. Максимальный размер премий для коллективов 500 тысяч рублей. Особой темой игр стал приближающийся 75-летний юбилей Великой Победы. Также тематика игр связана с годом театра, народного творчества в Ростовской области, празднованием 270-летия города Ростова-на-Дону и наследием наших великих земляков Михаила Шолохова и Антона Чехова. В минувшую субботу на территории спортивного комплекса имени Лакомова состоялось торжественное открытие 5-й Спартакеады Дона – комплексного физкультурно-массового мероприятия с многоэтапной системой отбора, которая включает в себя муниципальный, зональный и областной этапы. Подробности в сюжете. 20 апреля на стадионе имени Лакомова стартовал муниципальный этап Спартакеады Дона 2019, в которой более 20 команд азовских предприятий и учреждений будут соревноваться по 19 видам спорта. По словам заместителя главы городской администрации по социальным вопросам Виталия Белова главная цель мероприятия – популяризация массового спорта. Своей задачей мы считаем самое главное – привлечение именно людей простых, не профессионально занимающихся спортом, а именно представителей трудовых коллективов, для которых спорт становится формой здорового образа жизни, формой дополнительного общения не только на работе, но и в выходные дни собраться, вместе посоревноваться, выработка некого чувства локтя, корпоративного духа. За последние пять лет численность участников Спартакеады Дона в Азове выросла более чем в три раза. И приятно, что коллективы не только, скажем, бюджетной сферы, но это промышленное предприятие. Для нас было очень интересно то, что заявились предприятия близлежащие, находящиеся в Азовском районе, Кока-Кола, значит, коллектив захотел участвовать в нашей лиге. Значит, ну и допустим, такие службы, как управление пограничное, то есть свои представители подразделения в Азове, то есть сказали, хотим соревноваться там, где служим. То есть это тоже все очень, конечно, нас не может не радовать. Муниципальный этап продлится до конца апреля. Старт зональному будет дан в мае. Финал и торжественное закрытие Спартакеады Дона-2019 состоятся в Таганроге с 14 по 16 июня. Татьяна Ивашенко, Александр Кучец, Азов.Инфо. Мы вернемся в студию после короткой рекламы. Не переключайтесь. Устали от будней и скучных выходных? Хотите незабываемых эмоций? Приглашаем вас в клуб виртуальной реальности «Портал». Это отличная возможность весело провести время и детям, и взрослым. Устроить семейный праздник, дружеский квест или оригинальное свидание. Действует предзаказ и система скидок. Ждем вас ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 23 часов. «Портал». Полное погружение в виртуальное пространство. Магазин «Мясной дом» спешит поздравить своих покупателей с праздником Светлой Пасхи. К вашему праздничному столу богатый ассортимент гастрономии, полуфабрикаты, яйца куриные и индюшиные. Всегда свежее мясо свинины на кости от 199 рублей. Ждем вас по адресу улица Ленина, 81. «Мясной дом». Низкие цены каждый день. Совсем скоро у нас пройдет большое мероприятие «Дискособ», на котором мы хотели бы выбрать логотип нашей азовской организации «Слоуфуд». Для участия в конкурсе вам необходимо хорошее настроение, лист бумаги и карандаши. Прием работ осуществляется с 25 апреля. Свои работы вы можете приносить в отдел молодежи. Адрес будет вот здесь. Дело в том, что город Азов уже три года представляется на площадке международной гастрономической карты «Слоуфуд». Это говорит о том, что в Азове едят вкусные, честные продукты, которые мы все любим, которые мы выращиваем у себя на огородах и которые мы сохраняем для нашего будущего поколения. 29 апреля в 2 часа дня на винодельне «Кантина» будет проходить фестиваль «Дискосу». В программе фестиваля «Море развлечений, вкусная донская уха» и награждение победителей. «Мы ждем тебя!» Продолжим выпуск. 9 мая многие азовчане, как и вся страна, пройдут в колонне бессмертного полка с портретами своих родных, которые защитили родину от немецко-фашистских захватчиков. В преддверии этого праздника в многофункциональном центре города Азова организована ставшая уже традиционной бесплатная акция распечатки фотографий участников Великой Отечественной войны. С подробностями начальник центрального офиса МФЦ Ирина Фомина. В рамках этой акции в МФЦ города Азова организована ставшая уже традиционным бесплатное сканирование распечатка фотографий участников Великой Отечественной войны для участия в этой акции всем желающим. Для того, чтобы получить фотографию, нужно обратиться в центральный офис МФЦ города Азова. По времени распечатка данных фотографий занимает 2-3 дня. После чего специалисты МФЦ обзванивают заявителей, и люди приходят, забирают также в рабочее время. Выглядит фотография примерно вот так. На формате А4 надпись выбирает сам человек, что будет написано. Акция эта продлится до 6 мая включительно, поэтому ждем всех желающих. Маленькой завчанке Веронике Науменко срочно требуется помощь. От редкого генетического заболевания, которым страдает малышка, до недавнего времени не было лекарства. Но теперь оно появилось, и мы все вместе можем подарить девочке шанс на жизнь. Подробности в сюжете. Первые 5 месяцев после рождения Вероника Науменко развивалась вполне нормально. А затем стало проявляться очень редкое генетически обусловленное заболевание – спинально-мышечная атрофия, при которой развивается мышечная слабость, нарушается способность передвигаться. Недавно появился единственный в мире препарат, способный остановить развитие болезни – спинраза, который в России пока не зарегистрирован. Но уже сегодня лечение можно получить во многих странах Европы, в Израиле. По словам мамы Вероники Розы Науменко, за год малышке необходимо сделать 6 уколов препарата, стоимость которых равна 45 миллионам рублей. Мы понимаем, что это невероятно, это очень дорого, и страшно осознавать, что это сумма – цена жизни твоего ребенка. Вероничка очень смышленная, она замечательная. Я обращаюсь снова ко всем людям, которые… Я знаю теперь, что неравнодушных сердец очень много. Я это вижу, я знаю, и я прошу всех помочь нам, помочь нам спасти нашу Вероничку, подарить ей жизнь, подарить ей шанс на жизнь, потому что есть лекарства, потому что есть одежда. Я хочу, чтобы они также играли с сестренкой весело, проводили время. И я верю, что вместе мы справимся, потому что дети не должны умирать. Мы будем бороться, невозможное тоже возможно, просто нужно больше сил. Мы хотим, чтобы Вероничка жила. Номер счета, на который можно перевести средства, вы видите на своих экранах. 2202-2003-03-87-51-14. Также для этой цели можно воспользоваться телефоном 8-988-997-1885, который связан с банковской картой. Кроме этого, вся информация и контактные данные опубликованы в Инстаграм. В поисковике латинскими буквами надо набрать собачка Науменко-Роза-17. В дальнейшем курс лечения предусматривает по три укола в год. Соответственно, и сумма будет гораздо меньше. Два месяца назад в программе Азов.Инфо уже выходил сюжет о Веронике. Тогда с помощью неравнодушных жителей Азова и Азовского района удалось собрать 406 тысяч рублей, на которой малышки приобрели оборудование для дыхания, корсет, предотвращающий деформацию позвоночника, ортопедический стул с множеством функций. Вероника проводит в нем большую часть времени. Она сидит, он делается выше, ниже, может лечь ребенок в нем. Она кушает, играет с сестренкой, помогает маме мыть посуду в нем. Вот, стульчик замечательный, удобный. Также на собранные средства и при помощи благотворительных фондов приобретен специально изготовленный для особенных деток функциональный инфомобиль, который малышка с радостью освоила. Теперь она не привязана к одному месту. Я ее зову, она отвечает, иду мама, катается в нем по всему дому, по всей квартире, играют с сестренкой, проводят время. По словам мамы Вероники, 6,5 тысяч детей по всему миру уже получили лечение препаратом спинраза в форме бесплатной помощи от своего государства. Поскольку в России процесс регистрации нового лекарства только начался, никто не может предсказать дату его окончания. А Вероника с каждым днем становится слабее, и времени ждать у нее просто нет. Я жду не дождусь этого первого укола. Это великая мечта всей нашей семьи. Даже не осознаю, что два года назад нам еще сказали, что вы не дождетесь лечения, для вас это немыслимо, а вы просто не доживете. Сейчас мы дожили, осталось по-прежнему, оно недоступно для нас, но вопрос уже совсем другой, финансовый вопрос. Напоминаем номер счета, на который можно перевести деньги для спасения малышки. 2202-2003-03-87-51-14 или на связанный с банковской картой номер телефона 8-988-997-18-85. Татьяна Ивашенко, Александр Кучец, Азов.Инфо. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 6-15-54. Будем делать новости вместе. Подписывайтесь на нас в инстаграме, пульс нижнее подчеркивание Азова, а также в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Ютуб. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан!